Я стараюсь не делать рецензии на игры, которые вышли совсем недавно. И не потому, что я люблю старые игры больше новых. Не в этом дело. Просто когда я выпускаю обзор какой-нибудь игры, она успевает устареть как минимум на год. Но в этот раз ситуация немного другая. Речь идёт об игре, которую я ждал очень много лет. Я говорю об Iconoclasts. За авторством шведского инди-разработчика Джуакима Сенберга, по кличке Коньяк. Наверное, вам интересно, почему я ждал эту игру, кто такой этот коньяк, и почему для меня это так важно. Если так, то сейчас узнаете. Свой путь разработчика Джуаким начал ещё в начале 2000-х. Тогда он принимал участие в разработке эксклюзивов для Game Boy Advance. X-Men 3, Justice League Heroes The Flash и American Dragon. Там он работал над анимацией врагов. Также в его активе числятся такие игры, как Барби and the Three Musketeers, Контра 4 и Шантей. После того, как он покинул крупные студии, он вместе с другим разработчиком Густавом Киллманом совместно выпускает игру для конкурса. Ну а первым его самостоятельным проектом по праву можно считать Mine of the Pirates, которая, к сожалению, была заброшена аж в 2005 году. Более того, создатель буквально на заглавном экране пишет, что ненавидит эту игру и хочет, чтобы игрок не испытывал удовольствия, проходя её. Честно скажу, иногда мне действительно хотелось возненавидеть эту игру за её невероятный левел-дизайн. В первый раз я не смог даже дойти до первого босса. Готовясь к созданию этого видео, я прошёл её. И она даже стала одним из моих любимых платформеров. Пусть в ней не самый красивый пиксель-арт, неоднозначные гейм-дизайнерские решения и запутанная архитектура уровней, я наслаждался буквально каждой битвой с каждым же боссом. Это то, что станет визитной карточкой Сэндберга. Но помимо запоминающихся баталий, игра может похвастаться Стёбом над различными клише, которые так любят создателей всевозможных платформеров. Как бы то ни было, у игры есть серьёзный недостаток. Она не закончена. И, вероятно, уже никогда не будет. Но если Джоакин так работает над играми, которые ненавидит, то что насчёт игр, которые он любит? Как, например, его первый проект, доведённый до конца, но и то Лав, являющийся двухмерным битэмапом 2006 года выхода. Она понравилась мне меньше, чем Мина. Да, это забавный платформер с парой интересных идей. Вроде специальных машин, одна из которых позволяет героине деградировать до уровня мартышки, чтобы вы смогли запрыгнуть в труднодоступные места, а вторая превращает людей в высокоразвитое неповоротливое создание, атакующее силой мысли. В целом игра была неплохой, но не более. Впрочем, это были первые шаги, и с тех пор он стал гораздо более профессиональным. После этого вышли такие игры, как Триплайн, простенькая аркада в теле 3 в ряд, Чалк, игра, где вы побеждали врагов и избегали препятствий, рисуя мелом на доске, Солар Плексус, платформер с логическими загадками, Ледженд оф Принцесс, едкая пародия на Ледженд оф Зельда, очень короткая, но красивая и энергичная. Было также много незаконченных проектов. Медуза, Меланхолия, Маудлин, Нетферворлс и Херогест. Эти игры не дожили даже до демо-версии. А в 2008 году выходит Нойту Лав 2, которая стала невероятно успешной и вышла в Steam, где собрала неплохие отзывы. И, кстати, весьма заслуженно. Приятная музыка, красивый пиксель-арт, пародии на клише, запоминающиеся битвы с боссами, то есть важнейшие компоненты игр Джаакема тут присутствуют, вкупе с не самым частым гостем, интуитивно понятным управлением. Но была также ещё одна игра, упоминание которой очень важно. Она имеет непосредственное отношение к Айконоклестс. Называлась она Ivory Springs и была также заброшена на ранних стадиях. Она была эдаким черновиком, из которого впоследствии и вырастут иконоборцы. Завязка, сеттинг, события, боссы... Всё это будет переосмысленно в лучшем виде. В 2011 году выйдет первая альфа-версия Айконоклестс. Она обрывалась буквально ни на чём, и мне очень хотелось продолжения. Я буквально влюбился в её визуальный стиль, и после этого я заинтересовался предыдущими играми Сэндберга. В 2012 году вышла ещё одна альфа-версия, и она была ещё короче, чем первая, а дата выхода постоянно переносилась. Джоакем разрабатывал игру 10 лет, то есть треть своей жизни, и даже больше, если считать Ivory Springs. Не у каждого хватит терпения, согласитесь. Впрочем, если учитывать, как обычно инди-разработчики создают игры... Ну вот игра наконец вышла, я на радостях побежал её покупать, прошёл, почитал отзывы в стиме, понял, что история моего знакомства с игрой нихрена не уникальна, ну а как и хотел, сделав видеообзор, в котором я расскажу всё, что думаю об этой игре. Или нет. Первое, что нужно знать о ней, это метроидвания. Если кто не знает, то это скорее не жанр, а стиль геймплея, название которого собрано из наименований двух родоначальников направления, метроид и кассалвания. Удивительно, не правда ли? Как правило, это двухмерные платформеры со словно открытым миром. Целью игры является поиск новых предметов и способностей, которые помогут попасть в ранее недоступные области, или просто сделать персонажа сильнее. В то время, как классической прокачки, присущей ролевым играм, здесь нет. Хотя исключения бывают всегда. Сохранения осуществляются, как правило, на специальных контрольных точках. Обычно это статуи либо монументы. Классическим инди-представителем жанра является, например, Кейвстори, на которую впоследствии равнялись почти все остальные разработчики. Второе, что нужно знать об этой игре, она сделана одним человеком. Как и, в принципе, подавляющая часть предыдущих его проектов. Джоаким Сенберг сам рисует спрайты, сам пишет музыку, сам программирует. Настоящий человек-оркестр. Конечно, ему помогали с тестированием, портированием и локализацией. Вещами важными, но на сюжет, графику, саундтрек и геймплей мало влияющими. Так что да, автоматическая фора в моих глазах этой игре обеспечена. Эм... Сейчас я хотел сказать в-третьих, а потом решил, к чёрту эти скучные пункты, они не отображают реального положения вещей. Давайте я лучше расскажу вам об Альтер-Эго. Главной героиней айкона Клэст является девушка-механик по имени Робин. Незадолго до событий игры у неё умер отец, и она живёт в лесном домике неподалёку от поселения 17. Как говорится, проснитесь и пойте, мистер Фриман. С известным физиком её роднит неразговорчивость. Общается она в основном при помощи визуальных образов, однако традиционные диалоги тут иногда встречаются, и там она говорит нормально. Короче, непонятно. В мире игры все самые прогрессивные технологии приватизировала организация под названием One Concern, то бишь Единый концерн, являющийся помощью военной группировки и религиозного культа, который прессует всех механиков без лицензии, а у Робина её нет. Поэтому искреннее желание помочь семье её брата Элдра оборачивается поимкой, дерзким побегом, к сожалению неудачным, новыми знакомствами, захватывающими битвами с боссами, раскрытием вселенского заговора и спасением всего человечества. Ну а что-то я поспешил, лучше разберём основы. Так как это метроидвания, то мир делится на зоны или биомы. Помимо уже приевшихся лесных, пустынных и снежных локаций, здесь присутствуют чуть менее заезженные, например водные локации, или вот эта электрически-механически-органическая зона. Очень большая доля настроения и атмосферы лежит на саундтреке, и музыка за авторством Джоакима также качественна, как и всё остальное в этой игре. Тут есть как и спокойные треки, так и весьма динамичные. Дизайн некоторых локаций поистине превосходен. Особенно удались городские районы, вроде ретро-футуристического утопического города Хипстеров. Немалое внимание уделено структуре уровней. И не так как в Мини, где на табличке написано, что нужно нажать три кнопки, а на деле их четыре, и нужно полчаса ходить по уровню, и блин искать ненавижу. Нет, тут всё не совсем так. Хотя и тут наблюдаются проблемы с навигацией. Дело в другом. Тут очень много логических задач. В отличие от того же Кейхстори, в котором данный элемент отсутствует напрочь, что нисколько не умаляет её достоинств. Но Коньяк решил понапихать как можно больше загадок с механикой, электричеством, использованием комбинированных способностей и так далее. Даже некоторые битвы с боссами, это по сути не просто проверка на скорость или реакцию, а целая задача с целью подобрать правильный алгоритм уничтожения босса и лишить его защиты. Сказано, что в игре более 20 битв. Однако я сбился со счёта. Тем более, что с некоторыми главарями придётся драться не один раз, и можно ли это читать за отдельную битву, я не знаю. Однако должен сказать, что Джоакем не утратил хватку, и каждая последующая битва вызывает всё больше эмоций. Например, только недавно помещение было огромным лабиринтом с загадками, а после его преодоления оно превращается в арену для поединка с суперагентом, стреляющим лучами из глаз, или как вам битва в вентиляции. А иногда для победы нужно буквально скоординироваться с напарником, но один из самых запоминающихся опытов это стелс-битва. Честно, я не совсем понял принцип победы над супостатом. Спрятавшись от незримого амбала, нужно напасть на него из засады, определив его местоположение по звуку шагов, и при этом он обладает способностью адаптироваться к атакам. Я вообще до сих пор считаю, что победил его чисто случайно, но и без стёбанных клише тут естественно не обошлось. Для победы над боссами вам пригодятся два инструмента. Первый это многофункциональный гаечный ключ, с помощью которого вы можете во-первых, надавать врагам в ближнем бою, во-вторых, раскручивать его, отклоняя снаряды противников, и... ещё одна функция у него была, кажется... Ах да, закручивание гаек. Иногда их нужно крутить, иногда висеть на них, а порой даже раскачиваться. Потом вам дадут наэлектризовывать ключ, чтобы иметь возможность с ветерком проходиться на энерготрассах. Второй ваш инструмент оружие дальнего боя, у которого есть три режима стрельбы. Первый, стандартный, открыт с самого начала. Это быстрые и слабые пучки энергии. Можно также накапливать заряд, выстреливая целым потоком смертельных частиц, но в этом случае придётся ждать перезарядки. Второй режим это гранатомёт, который запускает бомбы, а при накапливании заряда ракеты. При этом, если ключ наэлектризован, то снаряды тоже становятся проводниками энергии, что также будет использоваться при решении загадок с электричеством. И третий тип, телепортационный луч. Обычная атака в этом режиме это очень мощный лазер, который, правда, быстро нагревается. Режим накапливания заряда поможет вам поменяться местами с каким-либо объектом или даже врагом. А теперь пришло время рассказать о такой важной вещи, как исследование мира. В обычных представителях жанра вы, как правило, ищите на локациях различные предметы, которые усиливают ваши способности. Но в этой игре вы, следуя локации, находите компоненты для создания предметов, которые, возможно, вам когда-нибудь пригодятся. Сейчас поясню. В альфа-версии это выглядело так. Вы собирали ингредиенты четырёх видов, приходили к технологу, и он с помощью составляющих мог повысить ваши характеристики. Защиту, урон, скорость перезарядки и скорость атаки. Всё просто и понятно. Но в какой-то момент Джоаким решил, что это слишком просто, и решил забабахать понятную только ему одному систему. Значит так, у вас есть три слота для способностей. Способности можно создавать на специальном столе при помощи тех самых четырёх компонентов. Новые способности открываются по мере нахождения чертежей. Как правило, в виде награды за второстепенные квесты в стиле «возьми предмет и доставь его туда». Способности выбираются у статуй сохранения. В каком порядке вы их расположите решать вам. А порядок тут очень важен. Способности добавляют разные ништяки. Позволяют избежать урона, увеличивают время пребывания под водой, добавляют возможность детонировать бомбы по приказу, увеличивают скорость передвижения и так далее. Но есть один нюанс. Стоит вам получить урон и ваша способность с конца становится недоступной. Чем больше урона вы получите, тем больше способностей станет недоступна. Вернуть утраченные способности можно убивая врагов или уничтожая предметы. Тут ситуация похожа на улучшение оружия из того же кайфстори. Вся эта механика кажется мне слишком запутанной. Возможно, я просто плохо объясняю. Может быть, вам все понятно. Но лично я считаю, что это просто какие-то извиняюсь за это слово понты. В любом случае, поиск ингредиентов пусть и не обязателен, но заставит лишний раз пошевелить извилинами и даже использовать незадокументированные возможности. Кстати, давайте почитаем обсуждение в стиме. Уверен, что там собрались действительно умные, культурные и интеллигентные люди, которые искренне заинтересованы этой игрой. О, какие терпиемые жители прогрессивного запада. Знаете, я не привык разочаровываться в человечестве, но... Гигантский космический червь, прилети на эту грешную землю и сожги все здесь дотла. Я имею в виду, что возможно местный визуальный стиль может показаться чересчур моднявым, что ли. Видите эту девушку? Знаете, в чем проблема? Это парень, да. Или как вам роковая женщина Менделеев? Ну, я уверен, что это женщина. Наверное. Смысл был в том, чтобы назвать некоторых боссов в честь известных ученых, но что-то пошло не так. Впрочем, несмотря на необычный стиль, некоторые персонажи умудряются вызывать разные спектры эмоций, от любви до ненависти. Один из моих любимых Роя, который в трейлере был похож на типичного персонажа вашего любимого аниме, а в самой игре у него вытянутое лицо и круги под глазами. Он так даже харизматичнее выглядит. В большинстве игр Сенберга протагонистами являются женщины, а играбельные мужские персонажи большая редкость. Причем даже в таких случаях создатель проблем не избегал. И отвечая на один из вопросов, да, в этой игре вы действительно можете поиграть за мужчину, а именно в одном моменте ближе к концу, за Элора, брата героини. У него выбит глаз и ампутирована рука, причем при каждом повороте то левая то правая, он низко прыгает и медленно ходит, но зато у него есть целый ряд достоинств, например он не женщина, для кого-то это уже достоинство. А еще при игре за него вы можете увидеть одну из самых имбецильных драк с боссом за всю историю Митроидвании как минимум, но помимо Элора вам под контроль дадут пират Кумину, которая является ходячей отсылкой к одной из предыдущих игр Джоакима. Да, еще предупреждаю, что в этой игре есть персонажи нетрадиционной сексуальной ориентации, так что если вы ярый традиционалист и не потерпите садамию в играх, то Iconoclasts явно не для вас. Ну а если серьезно, то мне бы очень хотелось поделиться полными впечатлениями, рассказать про то, что финальный босс это долбанная шутка, сделать анализ сюжета, разобрать антирелигиозные мотивы и так далее. Однако прошли ее и оценили. Сейчас попробую подытожить, кому понравится эта игра, а кому нет. Если у вас предвзятое отношение к пиксельным инди-платформерам, слово метроидвания для вас случайный набор букв, а имя Джоакима Сенберга вам ни о чем не говорит, то эта игра вряд ли изменит ваше мнение. Хотя попытаться я думаю стоит. Если вы фанат красивого пиксель-арта, любитель динамичных драк с боссами и решатель не самых логичных логических задач, то Iconoclast скорее всего для вас. На всякий случай стоит сыграть в одну из двух альфа-версий. Если вы играли в предыдущие игры коньяка и как и я ждали игру с 2011 года, то можете смело ее покупать. Эта игра вряд ли вас разочарует, а если подобрать красивый синоним к этой игре, то как мне кажется это кейвстори под стероидами. Тут даже финальные титры оформлены как отсылка к знаменитому платформеру. Как мне кажется главная проблема заключается в том, что игра вышла слишком поздно. С релиза первой альфы прошло много лет, за это время вышло много достойных метроидваний. И я боюсь, что Iconoclast просто затеряется на их фоне. В своем блоге Сенберг пытается понять, сделал ли он правильный выбор, что посвятил игре так много лет своей жизни. Я надеюсь, что его труды окубятся, и это был не последний его проект. В любом случае, у нас есть куча метроидваний с кикстартера, которые до сих пор не готовы. Time Spinner, Ghost Song и Legend of E. Кстати, о последней игре от нашего соотечественника. Между прочим, ее начали делать аж в 2006 году. Успешная краудфандинговая кампания закончилась 4 года назад. Ну что, будем ждать? До свидания, дорогие зрители. До скорых встреч. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok